Чкаловский, прославленная земля авиаторов. Здесь на аэродроме базируется 303-й смешанный авиаполк особого назначения войск национальной гвардии. Его 42-ю годовщину торжественно отметили в воинской части. Пол преобразовался из отдельной эмоциональной эскадрильи. Историю не узнаем. Хочу пожелать вам мирного неба на голову. Наше трудное время, в котором мы сейчас работаем, сохранить светлость, дыма, здоровье. Хотелось бы поблагодарить командира за то, что он сплотил такой коллектив, который готов в любую минуту вылететь и выполнить поставленную задачу. Пройден немалый путь. Опыт, полученный в результате участия авиации войск правопорядка в обеспечении общественной безопасности во время Олимпийских игр в 1980 году, лег в основу создания отдельного смешанного авиационного отряда, позже третья отдельная авиационная эскадрилья особого назначения. В последующем были сформированы авиачасти, существующие и сегодня, которые являются основой авиации. У истоков стоял генерал-майор авиации Владимир Михайлович Пономарев. Основатели – первый начальник авиации внутренних войск МВД России. Под его руководством авиация правопорядка превратилась в крупное авиационное формирование. Техника была передана из Министерства обороны. И мы тоже, специалисты, прибыли из Министерства обороны. В том числе и начальник авиационной службы Пономарев Владимир Михайлович. У него было еще четыре помощника. Два инженера, штурман и старший офицер по материально-экономическому обеспечению. То есть, это я. Сын Владимира Михайловича Пономарева Владимир Владимирович – почетный гость воинской части. Самые большие эмоции, наверное, вызывает то, в каких условиях сейчас проходят службу авиаторы войск Росгвардии. Когда 42 года назад это все начиналось, было совершенно все в другом, на другом уровне, в другом состоянии. В разные годы авиаторы полка выполняли интернациональный долг в горячих точках страны и мира. И сегодня военнослужащие продолжают эффективно выполнять поставленные задачи, благодаря мастерству пилотажа и надежности боевых машин. И я бы что пожелал вам? Чтобы все с боевых заданий возвращались живыми и невредимыми. Россия сегодня стоит перед новыми вызовами и военнослужащие самоотверженно сражаются за родину. В день годовщины образования полка летчики получили заслуженные награды. Так, заместитель командира полка по военно-политической работе награжден медалью Нестерова за высокие личные показатели в служебной деятельности и успехи в поддержании боевой готовности войск. Но эта награда не только по большому счету моя. Это общая награда. Выполняла задачи совместно с своим полком. Песня помогала выстоять и победить советскому народу в годы Великой Отечественной. Во все времена поднимала боевой дух солдата. Академический ансамбль войск Национальной гвардии выступил для военнослужащих, для людей, которые верою и правдою служат России.